Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника алгебры 7 класс, авторы Межляк-Полунский и Кир, под номером 35. Нам нужно найти корень уравнения. Другими словами, решить уравнение. Итак, под цифрой 1. Итак, в таких уравнениях есть правило с х влево, без х вправо. При переносе числа или выражения из одной части равенства в другое, знак меняется на противоположное. Итак, 10х у нас уже находится слева. Смотрим, а справа от знака равно у нас находится 8х. Переносим из правой части в левую и меняем знак на противоположный. Перед 8х не стоит никакого знака. Можно поставить плюс. Меняем на противоположный, это уже будет минус. Минус 8х. Равно. Справа у нас без х минус 9, никуда не переносим. Как было слева от знака равно, так и осталось. А вот слева у нас 7. Переносим в правую сторону, меняем знак на противоположный. Было плюс 7, станет минус 7. Упростим левую и правую часть. Итак, приводим подобные слагаемы с одинаковой буквенной частью х. Складываем коэффициенты или числовые множители. 10 плюс минус 8. Или просто от 10 отнимаем 8. Это будет 2. И дописываем буквенный множитель общей х. Справа минус 9 и минус 7. Сумма двух отрицательных чисел. Число отрицательное. Ставим знак минус. Модули складываем. К 9 прибавляем 7. 16. Теперь разделим обе части уравнения на 2. 2х делим на 2. Это будет х. Минус 16 делим на 2. Частное двух чисел с разными знаками. Число отрицательное. Ставим знак минус. 16 делим на 2. Это 8. Получили х равно 8. Мы нашли корень уравнения. Минус 8. По цифре 2. Минус 3х оставляем слева. 2х справа от знака равно. Переносим в левую сторону. Меняем знак на противоположный. Было плюс 2х. Станет минус 2х. Тот, кто не понимает, откуда плюс 2х. Только знак плюс мы можем не писать. То есть мы перед 2 можем поставить плюс. От этого ничего не изменится. Вот минус мы ставим всегда. Итак, справа у нас минус 45. Заметьте, оно подвинулось, но оно как было справа от знака равно, так и осталось. Поэтому знак не поменялся. А вот 20 слева мы переносим в правую сторону от знака равно. И поэтому меняем знак на противоположный. Будет минус 20. Приводим подобные слагаемые. Минус 3х и минус 2х это минус 5х. Минус 45 и минус 20 минус 65. Разделим обе части уравнения на минус 5. Минус 5х делим на минус 5. Это остается х. Минус 65 делим на минус 5. Частное двух чисел с одинаковыми знаками число положительное. Больше на минусы не смотрим. А теперь 65 делим на 5. Как это сделать? Просто. 65 можно представить как 50 плюс 15. 50 делим на 5. 10. 15 делим на 5. 3. Получаем 13. Подчеркиваем. И ответ 13. По цифрой 3. 1,9х переписываем. Оно было слева. С правой стороны от знака равно 2х переносим в левую часть. Меняем знак на противоположный. Минус 2х. Справа у нас стояло 1,5. Она как была справа, так и осталась, хотя и передвинулась. А вот 2,7, однако, равно стояли слева. Переносим в правую сторону. Меняем знак на противоположный. Минус 2,7. Итак, 1,9х минус 2х. Смотрим. Находим разность коэффициентов. От 1,9 отнимаем 2. Мы от меньшего числа отнимаем большее. Правильно? Поэтому мы другими словами складываем два числа с разными знаками. Модуль большего отрицательного числа, значит результат будет отрицательный. Ставим знак минус. А теперь от большего модуля отнимаем меньшее. От 2 отнимаем 1,9, получаем 0,1. И множитель х. От 1,5 отнимаем 2,7. Или складываем два числа. Положительное число 1,5 и отрицательное число минус 7,2. Модуль больше у отрицательного, поэтому результат будет отрицательный. Ставим знак минус. А теперь от большего модуля отнимаем меньшее. От 2,7 отнимаем 1,5, получаем 1,2. Ну и теперь нам осталось разделить обе части уравнения на минус 0,1. Или умножить обе части уравнения на минус 10. Если мы минус 0,1 умножим на минус 10, минус на минус дадут плюс. 0,1 умножаем на 10. Разрядная единица передвинет запятую на один знак. Это будет 1. А 1 умножить на х это х. Ну и теперь минус 1,2 умножаем на минус 10. Минус на минус дадут плюс. А теперь 1,2 умножаем на 10. На разрядную единицу, которая передвинет запятую справа на один знак. Получим 12. И ответ 12. И перепишем четвертое уравнение. Итак, с х влево, без х вправо. 13,18х переписываем. А 7,12х с правой стороны переносим в левую от знака равно. И меняем знак на противоположный. Это будет минус 7,12х. С правой стороны у нас от знака равно, как было 8, так и останется. Единственное, можно плюс не писать. А вот с левой стороны 13 переносим в правую сторону. От знака равно, меняем знак на противоположный. Будет минус 13. Находим разность числовых множителей. От 13,18х отнимаем 7,12х. Для этого нужно найти общий знаменатель. Это будет... Сначала найдем общий делитель наибольше. Для 18 и для 12 это 6. 18 это 6 умножить на 3. А 12 это 6 умножить на 2. И тогда общий знаменатель будет 6 умножить на 3 и на 2. 6 и 6, 36. 36 делим на 18. Находим дополнительный множитель в первой дроби. Это 2. И 36 делим на 12. Получаем дополнительный множитель 3. Ну и теперь мы с вами можем 26,36х вычесть 21,36. Знаменатель переписываем 36. А в числителе разных числителей. От 26 отнимаем 21, получаем 5. Труб несократимые. Итак, 5,36х равно... От 8 отнимаем 13. То есть мы к 8 прибавляем отрицательное число минус 13. Сравниваем модули. У минус 13 модуль больше, потому что он будет равен 13. 13 больше, чем 8. Значит результат будет отрицательный. А теперь из большего модуля отнимаем меньший. От 13 отнимаем 8, получаем 5. Как нам с вами получить коэффициент перед х единицу? Для этого дробь 5,36 нужно умножить на обратную дробь на 36,5. Если мы обе части уравнения умножим на одно и то же число, неравное нулю, то мы получим уравнение с теми же самими корнями. Итак, 5,36 умножаем на 36,5 это 1. 1 умножаем на х это х. Ну и теперь минус 5 умножаем на 36,5. Произведение чисел с разными знаками. Результат отрицательный. Ставим знак минус. А теперь как мы 5 умножаем на 36,5. Мы 5 умножим на числитель на 36, а в знаменателе у нас так и останется 5. 5 и 5 мы сокращаем и остается 36. Итак, х равен минус 36. Ответ. Минус 36. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео.